Обои и шторы у тебя дома. Наш дом украшают обои, шторы, занавески. Но в каждой комнате они разные и не случайно. В спальне нужно, чтобы было тихо и спокойно. В столовой, гостиной нарядно, а в детской комнате, чтобы было весело. В затенённой комнате со светлыми и золотистыми обоями станет светлее и теплее, а комната, в окна которой всё время светит солнце, при голубоватых обоях покажется не такой жаркой. Когда художник придумывает рисунок для будущих обоев, он обязательно задумывается, какую комнату он будет украшать, какое настроение в ней создаст. Вглядись в обои, и ты увидишь, что на них много раз изображён один и тот же рисунок. Обычно это заметно сразу. Но иногда надо поискать, где границы тонко и ненавязчиво повторяющегося рисунка. Рисунок, созданный художником, повторяется потому, что он множество раз напечатан. Его печатают на фабрике, на очень длинных полотнищах бумаги или ткани. Вспомни, что такое ритм. Ритм – это повторение похожих линий, пятен, одних и тех же элементов рисунка через определённые расстояния и в заданной последовательности. Ритм бывает быстрым, частым и медленным, текучим. Ты сам можешь печатать, создавать красивые эскизы для обоев и тканей. Можно сделать печатку из разрезанной картофелины. Можно придумать узор из-за впечатков листьев, травинок. А можно печатать узор с помощью кусочка губки. Можно при помощи трафарета печатать.